Друзья, вы заметили, каким коротким стал световой день. И ощущение сейчас уже позднего вечера. Но, как бы там ни было, пусть этот вечер будет для вас очень добрым, очень теплым. Тем более, что речь сегодня в нашей программе пойдет о красоте. О красоте женской, о красоте отношений, о красоте танца. Героиня нашего сюжета настолько прониклась красотой и грациозностью кавказских танцев, что приехала сюда, в Крачаево-Черкесию, и вместе с супругом организовала детский хореографический коллектив «Чинар», в гостях у которого побывала наша съемочная группа. Главная кузница работников культурного фронта Республиканский колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова за многие десятилетия подготовил сотни профессиональных танцоров, вокалистов, инструменталистов, хоровиков-дирижеров, клубных работников. Его выпускники служат в известных театрах России, работают в прославленных коллективах, известных во всем мире. Демиприе, Борт-де-Бра, Тирбушон. В зале хореографии звучат привычные термины. Они не знакомы простому обывателю, но значение их на самом деле обычное. Неглубокое приседание, упражнение для рук, корпуса, головы, закручивать, завивать, а еще вертушка, юла, хлопушка. В хореографию, может быть, и приходят люди с улицы, но остаются в ней самые преданные, по-настоящему любящие танец и умеющие раствориться в нем люди. И уж тем более человек, который не может сам получить удовольствие от танца, никогда не научит этому искусству кого бы то ни было. Это мнение заслуженного артиста Карачаева Черкесии, преподавателя высшей квалификации, заведующего отделением хореографии колледжа Алексея Багаева, чьим виртуозным мастерством на сцене восхищались тысячи поклонников искусства, которому покровительствует богиня танца Терпсихора. Сразу можно понять, случайных людей в хореографии вообще единицы, это очень мало. Поэтому мы берем всех. Подготовки разные. Если после детских музыкальных школ приходят, школ искусств, то видно, что дети подготовлены уже, с ними, конечно, легче работать. Здесь мы проходим и национальный танец, и сценический народный танец, и классический танец, и бальный танец, и современный танец, историко-бытовой, плюс история искусств. В общем, много спецпредметов, которые входят в план стандарт московский. Поэтому приходится начинать с самого, как говорится, начала, чтобы построить крепкий фундамент, чтобы потом можно было красивый дом построить и жить в нем хорошо. Третий курс. Чувствуется профессиональная подготовка. А это Ирина Добагова. Ирина уроженка Ростовской области и в Карачаево-Черкесию, на родину своего супруга, приехала сравнительно недавно. Экономист по образованию танцами тоже увлеклась от желания заняться чем-то для души. Да, сначала было именно так, но со временем затянуло, и сегодня девушка не мыслит в своей жизни без музыки, танца, сцены и закулисной суеты. Танец – это, на самом деле, уже образ жизни стал, потому что здесь чувствуешь себя комфортно, спокойно, новый мир, новые эмоции, новые впечатления. И вот действительно здесь как-то по-другому смотришь на жизнь, душа раскрывается. Начала заниматься танцами в разные направления, но почему-то увлек Кавказ, и вот потихонечку я начала расти в кавказских танцах. А когда уже сюда переехали, я поняла, что нужно образование хореографическое, поэтому и плавно мы перешли сюда в колледж культуры. В планах у Ирины не стоять на месте, а идти вперед, повышать уровень своего профессионального образования. А теми знаниями, которые она получает в этих стенах, щедро делиться с теми, кто ждет ее вместе с мужем-адзором в ауле Жако каждый день. Чуть больше года прошло с тех пор, как супруги Дабаговы решили создать детский танцевальный коллектив. Назвали ансамбль, как дерево, чинар, который олицетворяет собой молодость, красоту и радость. В Доме культуры аула заниматься пока возможностей нет. Спасибо местному предпринимателю, который на определенных условиях любезно предоставил для занятий помещение на время. Я бы никогда в жизни не подумала, что я приеду в Карачаево-Черкесию, что у меня будет здесь коллектив, что у меня будет почти не больше 150 детей, что я буду учителем. Собственно говоря, учитель для меня это вообще сначала дико звучало. Я экономист по образованию, понимаете. Пока я экономист по образованию, да, в дальнейшем буду хореографом. Но суть в том, что никогда в жизни не подумала, что я могу быть учителем. Оказывается, я могу, и мне это очень даже нравится. Раз, два, три. Вы же на раз прыгали до этого. Правильно? Теперь наверху. Раз, два, три. Раз, два, три. Руки в стороне. Ровный корм. Раз, два, три. В процессе репетиции Ирина и Андорбутов скидывают в себя вторую кожу. Перевоплощаются и полностью погружаются в рабочий процесс. Техника движений, линия танца, тело, руки, ноги – все это прерогатива Ирины. Попробуй, уследи, что делает каждый из детей. А вот эмоции, улыбки, глаза – над этим больше работает Андорб. Сказать по правде, их даже мысленно поменять местами очень сложно. Настолько каждый на своем месте. У него свое видение, у меня свое видение, скажем так. Так как я больше человек физически развитый, да, на сегодняшний день и активный, я выращиваю артистов, скажу так, да, это, наверное, так и получается, как росточек. Мы берем их, вот эту всю скорлупку с них снимаем, выращиваем, поливаем, даем эмоции, впечатления, даем силу. Я очень занимаюсь много физической подготовкой, растяжкой. Я готовлю их тело, тело, тело готовлю к тому, что они должны уметь танцевать, делать. И постепенно мы с Андзором вместе вкладываем душу, душу вместе, чтобы они были артистами открытыми, яркими, лучезарными. Работаем вместе над постановками, это общий процесс. Но Андзор больше любит творческую деятельность. Поэтому все, что связано с эмоциями, с постановкой танцев, с какими-то театрализованными представлениями, сценариями, это вот его дело. Везде их знают, любят, очень даже любят. Мы очень рады, что они вот так взяли, взялись за наших детей. Они очень любят их. Вот недавно вот начала моя внучка ходить сюда, и вообще в садик даже не хочет. Давайте, говорит, побыстрее, побыстрее, чтобы это время пришло, и чтобы она сюда пришла. Они обожают их прямо. На них посмотришь, они лелеют наших детей. Вот на них посмотришь, сразу видно, что они любят детей. Очень любят детей. Ирина вообще, как будто все дети ее. Хочется все самое хорошее сказать, но слов нет даже. Малыши – это пластилин, из него легко лепить. Так и эти маленькие танцоры смотрят на своих руководителей, будто на богов. Берят каждому их слову, жесту, интонации, улыбке. И эта любовь возвращается к ним бумерангам. Лишь на основе взаимного уважения рождаются любовь к культуре, традициям, танцам. Амелию Хубиеву и Исламу Шибзухову в коллектив привели родителей. За год они превратились в настоящих артистов, у которых есть любимые движения и любимые танцы. Какое у тебя самое любимое движение? Можешь нам сейчас танцевать его? Ну-ка покажи. Здорово! Ирина и Анзор очень добрые, любознательные, понимают. Если у нас что-то не получается, они нас этому научат. И мне очень нравится танцевать рачули, луч и много всего. Мне нравится ходить на танцы. Мой самый любимый танец – это горский. Мы его танцевали в Хаббезе и в Кошхабле. А почему в Горске и Сан? Ну... Там тебе нравятся движения, музыка. Да, да. И движения, и музыка. Когда ты стоишь на сцене, и тебе зрители аплодируют, какие у тебя чувства внутри? Ну, я сперва боюсь, а потом, когда я уже станцевал этот танец у нас здесь, потом у меня... ну, я из-за этого не боюсь. И из-за этого мы танцуем очень красиво, и людям это нравится. А тебе нравится, что людям нравится? Да. Ты гордишься собой? Ты подрастешь. Ты хочешь дальше заниматься танцами? И какие ты танцы хочешь танцевать? Я хочу танцевать наш народный танец черкесский. Дальше. Продолжать танцевать, уважать своих руководителей. И показывать, ну, другим малышам, как танцевать, научиться танцевать, как делать движения. Вот этот вот. Ага. Это шаг красивый, да? А какую-нибудь крутяшку можешь делать? Ну, крутяшку я уже не танцую. Пока еще нет, да? О, да. Чувства, когда ты выходишь на сцену, танцуешь, слышишь восторженные крики, аплодисменты из зрительного зала. Это пьянящие чувства. Однажды испытав нечто подобное, потом навряд ли захочется отказаться от таких ощущений. И не важно, сколько тебе лет. Начинающий ты артист, или опытный, маленький, или большой. Когда звучат аплодисменты из зала, что это для вас? Для меня это радость, эмоции, улыбка. Вот хочется просто подойти к каждому и сказать большое спасибо, что посмотрел меня. Большое спасибо, что ты просто пришел на этот концерт и смог меня увидеть. Потому что сколько месяцев мы тут тренируемся, сколько боли мы тут прошли, чтобы нам все эти зрители поаплодировали. Но мы должны будем сдержаться. И после того, как мы ушли за навес, я всегда очень сильно радуюсь. И после нескольких концертов я уже понимаю, как же это хорошо. И желание уйти из этого танца вообще пропадает из-за этих всех эмоций. За полтора года два сольных концерта. Выступление в больших тематических концертах на районном уровне. Участие в различных фестивалях и конкурсах. Это ли не успех? Успех. И в основе его лежит ежедневный кропотливый труд, направленный на достижение поставленных целей и морально-нравственного и культурного воспитания молодого поколения. Они нас очень хорошо учат танцам. Но не только танцам. Они вкладывают в нас полностью свою душу. И эти все полтора года они связывали нас с танцами. Очень их люблю. А связывать с танцами это как? Вы стали дружнее? Мы стали намного дружнее. Раньше в школе с разных классов мы могли вообще не общаться никак. А теперь мы все подходим друг к другу, обнимаемся, здороваемся. Ну, стали дружнее намного. Посредством танца ты можешь представить свой народ? Вот, ну, не знаю, в любом уголке земли. Да, это одно из главных. Ты вышел, станцевал свой народный танец именно так, как надо. Гордо, красиво. И многие сразу начнут интересоваться. Это какой народ, какая культура. Своим танцем ты преподношь не только себя и культуру, но и весь народ. И это главное, ну, одно из главных причин, по которому я этим занимаюсь. И если ты ходишь на танцы, и, ну, как у нас народные танцы, все народности, ты можешь в Дагестане выйти, танцевать дагестанские танцы. Или, ну, остальные, да, в остальных регионах можешь танцевать танцы, которые они танцуют. Не только свои. В дальнейшем ты собираешься как-то свою жизнь связать с этим искусством? Моя цель вообще выступить в Москве хотя бы, повидать мир этими танцами, гастроли. Это очень приятный момент, и хотелось бы, чтобы их побольше было. Собрать коллектив оказалось делом не столь сложным, сколько его удержать. И если в лице родителей Ирина и Анзор нашли абсолютных динамышленников, которые готовы делать определенные вложения для работы Чинара, то создание и пошив костюмов, приобретение аксессуаров, обуви и всего остального полностью легло на плечи руководителей. Все костюмы я отшиваю сама, фантазия тоже исключительно моя. Все костюмы создаются интуитивно и фантазийно, скажу так, потому что нет ни определенного шаблона, нет эскизов. Если есть желание создать какой-то танец, я сразу думаю, как бы это выглядело. Есть определенный шаблон классического танца, присущего определенному народу, определенному виду танца. Я беру основу, там есть определенная цветовая гамма, есть определенный орнамент, есть определенный стиль. Я беру основу, а потом уже фантазия моя включается, как бы я хотела видеть на своих детях или на определенных своих моделях. Поэтому все настолько единоразово выпускается. Вот все костюмы, которые я отшиваю, я даже делаю их к одному танцу, я всегда их делаю разного формата, разную стилизацию, разные украшения. То есть будет один костюм, допустим, аджарский, но он будет в разной цветовой гамме, либо в разных украшениях, чтобы он никогда не повторился. То есть для каждого клиента, для каждого там своего творения я делаю индивидуальность. Я очень много читаю литературы различной для того, чтобы соответствовать тенденциям, необходимым для конкретного танца, для конкретной культуры. Поэтому даже создавая танцы, я стараюсь делать как нужно, скажем так. Для меня больше в приоритете правильность. Правильность исполнения, правильность показания, правильность отшива изделий, чтобы это было качественно, чтобы это было хорошо, чтобы это понравилось людям, да, там, или мне самой. Потому что если я жуткий такой критик, даже сам к себе, если я делаю, мне что-то не нравится, я буду 500 раз переделывать, особенно пошив, если я вижу, что для меня это плохое качество, я это сделаю миллион раз переделывать для того, чтобы это было идеально. Вот все костюмы, основа идет исторический какой-то формат, то есть как бы я стараюсь больше смотреть старых фотографий, вот как это было раньше, какие-то 800-е, там, 1900-е годы, потому что были у нас даже сомнения, потому что мне сказали, вот даже формат вот этой шапочки, эти бетеечки, да, сказали, что черкес такой не носили. У меня как возникло сомнение, как не носили, я же, ну, в смысле, откуда-то же оно появилось, я начала искать, искать, искать. На самом деле, как бы высокие шапки на тот момент одевали более привилегированные дамы. В целом, вот такие, читала материалы, что тюбетейки вот такие, это был повседневный наряд, то есть как бы практически все девушки носили такой головной убор. Ну, я не скажу, что там это стопроцентная информация, да, но если она доступна к изучению, значит, такое было. То есть формат такого материала есть. Поэтому, ну, максимально стараюсь изучать, но в процессе, конечно, где-то информация уточняется, где-то она опровергается. То есть, как бы, с каждым разом что-то новое узнается, что-то переделывается, пересматривается. Поэтому все, скажем так, по воле случая на нынешний момент. Ирина и Анзорда Багова не стоят на месте и не собираются ограничивать репертуар коллектива только танцами народов Кавказа. Да, пожалуй, не эта сама цель до Баговых – не дать растеряться, потерять жизненный ориентир, а главное – свои корни. Вот, пожалуй, то, ради чего Ирина и Анзор работают. Я буквально живу этим ансамблем, их успехом. Я очень радуюсь, потому что вижу, что дети ходят сюда с удовольствием, с большим удовольствием. Помимо того, что они занимаются хореографией, у них идет большая педагогическая работа. Я это очень ценю. Дети слушают беспрекословно, их уважают. И у них уже успехи, что очень радует. Они заняли первое место в большом конкурсе, получили диплом. Мы этим гордимся очень. И весь аул, очень гордится весь аул. И помимо этого еще, интернациональное воспитание, что я очень в жизни ценю. Потому что дети, если они выйдут в свет еще, от взаимоуважения в нашей стране, это всегда ценилось, конечно. И интернациональное воспитание я ценю тоже. Чинар – дерево, которое восхищает своим величием и красотой. В маленьком черкесском ауле пустило корни еще одно молодое деревце – детский хореографический ансамбль «Чинар». И когда он наберет силу, подрастет и окрепнет, станет еще одной звездочкой среди тех, кому в зрительном зале аплодируют стоя. Ну вот, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители, такая замечательная, талантливая супружеская пара работает в Хабетском районе. Сегодня Ирина Янзор-Дабагова – гости нашей студии. Здравствуйте. Приветствуем вас. Большое спасибо, что вы нашли время, нашли возможность прийти к нам в студию и рассказать о том, как вы сегодня живете, поделиться своими радостями, поделиться своими чаяниями. Ну, вы знаете, для начала я хочу сказать, что в сюжете, который мы сейчас посмотрели, ну, как-то несправедливо уж мы обошли Анзора. Хотя его персона, его профессиональные качества очень хорошо известны людям искусства, потому что он профессиональный танцор, танцовщик, и танцевал в известных коллективах и в разных регионах. Я тебя попрошу, расскажи, пожалуйста, о своих путях, дорогах, как артиста, и чем ты сегодня живешь, чем ты сегодня занимаешься. Ну, начну с сегодняшнего дня, на сегодняшний день вся жизнь – это чинар, чинар, чинар у нас, чинар на работе, чинар дома, как бы ничего другого у нас нет. Это только чинар, все мысли, все вклады, все туда в развитие ансамбля. А по поводу моей карьеры, танцовщика, как вы сказали, профессиональная, начинал я в нашем родном госансамбле «Эльбрус» в 7-8 лет, первый-второй класс, меня отдали в студию ансамбля, и в 14 лет меня уже с группой. Там у нас было несколько ребят, девочки, мальчики, и забрали нас уже в госансамбль в 14-15-летнем возрасте, протанцевал там. Потом это был и театр танца наш в Карачаево-Черкесии при филармонии, который потом в разных регионах Кавказа танцевал, это Ядгея и Кабардинка, и в Абхазии довелось немного поработать. Как бы небольшой опыт есть. Но сегодня, я так понимаю, что правда, все ваши главные боли, как, собственно говоря, и радости, связаны с ансамблем, который вы, скажем так, родили, который вы создали. Но совсем недавно вы вернулись из Осетии. Зачем поехали? С чем вернулись? Поехали себя показать и детям, наверное, больше новых впечатлений дать. Поехали на фестиваль «Алтын Майдан». В этот раз он проходил у нас в Осетии, до этого он был в Крыму. Для нас это был большой опыт. Первый выезд глобальный, я бы так сказала, много минусов, плюсов было. Но есть над чем работать, на самом деле. Все недочеты сразу устранили на второй день, которые возникли. Мы взяли первые места, четыре диплома мы получили. Три было фестивальных дня на всех фестивалях вот этих. Они разной направленности, то есть три отдельных диплома разные мы получили. Благодарственные письма, соответственно, как всегда, за хорошее воспитание детей, за творческую работу. Сказать, что довольны результатом, скажем, частично. Мы знаем, что дети могут лучше, но это первый опыт, они очень испугались в первый день, это было заметно очень, но ничего, реабилитировались. Но опыт важен, потому что они столкнулись с тем, что есть коллективы сильные, эмоциональные, харизматичные. В дальнейшем для них это будет опыт, потому что нельзя бояться, надо работать и быть собой. Сказать по правде, зная, в каких условиях вы работаете, я себе плохо представляю ваши массовые гастроли, потому что условия очень сжатые, очень ограниченные. Вы живете за счет спонсорской помощи, за счет родителей. Вот мне бы хотелось вас спросить, кем вам видится ваше будущее? Ну, нужна ли вам помощь государство? Какие-то государственные гарантии? Вообще, вот давайте отталкиваться от того, что скоро Новый год, и, ну, каждая, взрослая, дети, все мы чего-то хотим, каких-то желаний. Вот если говорить о реальных желаниях, об исполняемых в принципе, вот чего бы вы хотели в ближайшем будущем? Я думаю, что Дед Мороз убежит от наших желаний, потому что, ну, у нас глобальные цели, на самом деле, да. Самая большая цель наша – это чтобы у нас был детский государственный ансамбль. Но мы прилагаем к этому много усилий, чтобы оно воплощалось по чуть-чуть. Началось, конечно, с кропотливой работы, то, что мы работаем, и дети показывают результаты. В дальнейшем будем стараться, чтобы была помощь извне. Ну, как это сделать, наверное, на самом деле мы еще… Из ближайшего возможного, наверное, желания – это, наверное, все-таки свое здание, свое здание ансамбля, потому что какую мы цель преследуем? Это не только хореографический коллектив, да. Будет здание, будет на базе ансамбля Чинар. При этом мы хотим и… Разные творческие направления. И художественный кружок, и вокальный кружок, и актерское мастерство, привлекать студентов с колледжа, как практика. Приезжали, преподавали. Как бы цель немного… Не немного, а развитие культуры в нашем родном ауле. Преследуем такую цель. Все на добрых началах, на… Пока энтузиазм спасает очень. Ну, ничего, мы знаем, что все будет хорошо. Долго протянете на энтузиазме. Конечно, меценатство, оно в России всегда приветствовалось, и известные есть, да, личности, которые помогали талантам пробиваться по жизни. Но сегодня время другое, ребят, я не знаю. Кто вам помогает? Вот те люди, назовите те имена, имя, я прошу имя, которые вам помогают на сегодняшний день, и на помощь которых вы, собственно говоря, рассчитываете. По концертной деятельности, могу сказать, нас очень поддерживает, мы плотно сотрудничаем с отделом культуры Хабесского района. А вот финансово, как вы уже сказали, это и родители, это и меценаты иногда. Просто добрые люди. Конечно, какая-то подушка безопасности. Хотелось бы ее иметь, это имея в виду помощь от государства, это быть куда-то прикрепленными. Хотелось бы, да, такую подушку безопасности, но пока предложений не поступало. Но мы не отчаиваемся. А как вам кажется, чтобы поступали предложения? Что для этого надо? Надо больше себя пиарить, скажу, современной основе. Я скажу так, наверное, чтобы не боялись тех планов, которые у нас есть. Я думаю, что... Наши цели и планы будут пугать. Да. Вот люди, когда слышат, да, они... А чем таким вы пугаете? Ну-ка, поделитесь, мне прям интересно стало. Во-первых, подходом работы. У нас очень специфический подход к работе. У нас мы очень требовательные. Некоторые даже говорят, что мы деспоты. Ну что делать? Но мы хотим добиться результата, поэтому мы очень кропотливо работаем и требуем этой отдачи от детей. Поэтому все строго. Без дисциплины никуда. У нас жесткая дисциплина, как в армии. Наша первая репетиция в Жакуэ, извиняюсь, мы приехали, когда только набор объявили, приехали, сбор детей. В спортзале еще занимались, в школе. Зашли с ней в спортзал. 200 человек детей. Мы, честно говоря, испугались. Испугались, да. Переглянули, что будем делать, как будем с ними работать. И мы решили включить режим армии. Вы у нас были в зале, видели, наверное, у нас репетиция может показаться. Если не знаю, человек зайдет к нам на репетицию, то ли фитнес-клуб это, то ли спортсмены. Но никак не танцоры. Да, у нас все развито, все добавляем. На самом деле наша тактика такая, что танцор должен быть сильным, выносливым и, собственно говоря, легко танцующим. Поэтому для того, чтобы была хорошая осанка, нужно физически прокачивать. Все, и растяжка у нас, и нагрузки физические, и кардио все даем. Поэтому башу. Очень большое внимание в физической подготовке уделяем. Ну, это главное. А потом воспитательная работа. Имея такие амбициозные планы, по-другому ведь нельзя. С детьми надо и плутом, и пряником. Результаты по-другому не получишь. Да. Так и работаем. На самом деле, не знаю, как это будет звучать, правильно, неправильно. Тренажер был. Жако, наш первый аул. На самом деле, на них мы научились, как работать. Во-первых, для меня сложно было это, менталитет. Смена менталитет, это вообще катастрофа. Я вообще первый месяц в ужасе была. Что делать? Дети, во-первых, плохо по-русски разговаривали. Вообще не понимают, что. Я не знаю язык, что делать, как. Я говорю, переводчик. Мне нужен переводчик. Первый месяц родители сидели. Я говорю, переведите им на своем языке. Скажите, что делать, как делать, что я от них хочу. Уже на пальцах, знаете, уже субтитры надо было пускать, что делать. Ну, вот так вот, методом тыка, скажем так, нашли подход. И теперь у нас еще два аула есть. И вот эту тактику мы применяем на них. Вот работаем, работаем. Става растет, да, еще два аула у нас появилось. Какие аулы? Беслинея и Индидичхо. С ними тоже. Не сотрудничаем, а это уже часть тоже Чинара, тоже часть большой семьи Чинар. Да, они присоединились к нам не так давно. Вот там наводим порядок, налажим дисциплину. Все, ну, новый процесс заново-заново пошел. Ну, ничего, вольются все. Все сложно, собственно говоря. Скажу так, естественный отбор работает. Кто может, выдерживает, перестраивается. У нас, конечно, не только физическая работа, у нас очень много психологической работы. Дети очень закрытые, очень зажатые. Мы очень много разговариваем на репетициях. У нас через день беседы, да. Были дети, когда мы приехали в Жако, только «Здравствуйте». Они не могли... Они не могли разговаривать, ну, им страшно было. Зажатые были дети. Мы их раскрываем, открываем их таланты. В ком нету, туда положим, в ком есть, вытащим. А это же и мозговая деятельность. Не думающий артист – это не совсем артист. Артист – это и мозг натренированный. Ну, когда я была у вас в гостях на репетиции, у меня не сложилось такое впечатление, о котором вы сейчас говорите, что был страх, что абсолютно открытые дети, абсолютно, ну, легко идущие на контакт. Я так понимаю, что это плоды ваших трудов. Да, детки у вас очень понимались. Они же артисты, они вам не показали. Они уже говорят... Нам, наши руководители, говорят так – улыбайтесь. Если вы не будете улыбаться, значит, вы спортсмены. Правильно. Мне нам стало обидно, скажу по правде. Анзор, ну, вы ведь тоже учитесь, вы тоже студент. Вы получаете сегодня образование режиссёра клубных массовых мероприятий, театрализованных представлений, коллеги, кстати. Да. Почему был такой сделан шаг? Почему именно режиссура? Да. Ну, она мне некоторое время назад стала интересна, вот этот процесс, будь то концерт, будь то какое-то другое мероприятие. В хореографии с детства, ну, не скажу, что всё знаю в хореографии, но достаточное представление имею. И диплом решили, что будет получать коллега по совместительству с супругом. А я решил, раз мне это интересно, то поучусь на режиссуре, изучу это ремесло. Ну, я так понимаю, та же, с перспективой, правильно? Конечно, конечно, в дальнейшем. Всё в перспективе, говорил, не говорил я. Чинар – это не только хореография. Например, на нашем сольном концерте, первом в Хабезе, концерт начинался со стихов. Дети сами читали. И дети эти стихи сами читали. Это была запись, мы записали на студии. Дети сами открывали концерт стихами. И уже потом всё вот так завязывалось. Некий литературно-хореографический концерт. Ну, вот так нам нравится. Не просто танцы, танец, песня, танец, песня, как мы привыкли. Формат чуть-чуть другой. Танцы те же, но завязки у них либо на стихах, либо театрализованные какие-то сценки. Осмеливаемся к театру чуть-чуть себя как-то отнести. Ну, вот поэтому и учимся на режиссуре, собственно говоря. Чтобы не быть дилетантом, чтобы соответствовать профессионалам. Хотя бы немножко. Думаю, всё получится. С первых дней, когда мы изначально пришли, мы стали говорить, мы хотим мощный коллектив, надо работать, хотим большую сцену, выступать, концерты. Родители ошарашены были информацией. Они не понимали, что ждёт, как, где, ну, то есть 50% непонимания было. Когда уже начали приближаться к концерту, к нашему первому сольному, родители разморозились. Половина процента, да, там, половина коллектива. Родители начали понимать. Первый концерт, они тоже были в шоке. Для них это тоже был, скажем так, наверное, новый опыт, потому что помогать переодеваться, что делать, куда идти, контролировать детей. Они вот так стоят, что Ирина Александровна, что делать, что делать, что нам делать. Я говорю, вы идёте туда, вы идёте сюда, этих переодеваем, вот у этих ещё костюмы. Ну, то есть, как бы, ещё не привыкли они к самостоятельности. Пока ещё мы, конечно, очень контролируем, но в дальнейшем они уже будут понимать, у кого какой костюм, где что одевать, как одевать полностью. Пока я не проконтролирую, на сцену никто не выходит. Я всех поправила, всё, вот надо, как красиво, чтобы вышли, не так освободительно. То они-то шапка на бекрень, то ещё что-нибудь. Я говорю, нет, все красиво, красиво всё должно быть. То есть родители тоже, да, свои уже нашлись, костяк. Родители, которые помогают и на фестивале ездят, и поддерживают, и вот на концерты какие-то у нас есть, они едут с нами, они помогают детей красить, одевать, то есть вот как бы дисциплину соблюдать. Всё идёт по плану, как и должно быть. Единственное, Анзор, чего я боюсь, и вот, Ирина, спрашиваю сейчас у вас, вот всё-таки Ростов, Ростовская область совсем другая, другой мир, другой менталитет. Не убежите от нас, Ирина, несмотря на то, что здесь любимый супруг и какие-то семейные узы. Вот здесь я реализовываюсь. В Ростове я работала, кем я только не работала, скажу честно, у меня экономическое образование. Так сложилось, что здесь творчество мне болело, занималась, но были тяжёлые времена, где я росла, не было ни художественных, ни музыкальных школ. Это было деревья, господи, что можно в школе. То, что в школе училась, всё, я как бы работала над собой сама. Когда пошла учёба, я уехала в более крупный город. Потом я уже переехала в Ростов, и тогда только начала творческая жизнь развиваться. Я начала увидеть людей, смотреть, начала сама развиваться, где-то какие-то коллективы, ансамбли, кружки, растяжки, куда я только не ходила. То есть я понимала, что мне надо реализовываться. Из-за того, что в детстве не было этого промежутка, куда я могла свою энергию деть, оно всё копилось. И потом, как у меня просто выплеснулось, это всё пошло, пошло. А в творчестве так и не сложилось, потому что до конца я отработала экономическое образование, институт я тоже закончила. Ну и всё равно душа тяготела меня к искусству. Работала я там везде, где только можно, продавцами, не знаю, начальниками складок, кем только не была я. А творчество было только хобби. Я просто посещала коллективы, в них занималась, развивалась. И тут приехал Анзор. Да, и потом мы познакомились с Анзором, и так сложилось, знаете, по счастливой случайности, что две родственные души в творчестве слились. И вот в один прекрасный момент после пандемии мы поняли, что в Ростове нам делать нечего. Но мы не растём. Мы съездили в Осетию, увидели в Осетию всю красоту, творчество. И мы загорелись, надо что-то менять. С одной стороны, духом пали, уже не хотелось в Ростове. Не то, что не хотелось. Ну, не было отдачи. Во-первых, детей было мало, сколько, 6-8 человек. Да, никто к нам не шёл. Ну, я думаю, что в силу того, что всё равно не было серьёзности к нам. Когда ты развиваешься, работаешь или учишься с кем-то, да, тебя воспринимают по одному. А когда ты хочешь быть преподавателем, это другой статус. Ну, в Ростове не приняли нас как преподаватели. Мы плюнули на всё, всё, едем на родину. Ну, очень. Мы переехали. Вот сегодня мы принимаем решение, переезжаем в Черкесск. Завтра мы. Звоним сюда знакомым. Вот хотим приехать, работать, всё вот там, вот там, вот там. Собственно, в отдел культуры Хаберского района. А не Артуровне. Звоню, говорю, стоит ли ехать нам? Она говорит, сейчас узнаю. Она узнала, говорит, найдём, езжайтесь. А я говорю, мы переезжаем, переезжайте. На следующий день мы едем в салон, покупаем машину, нам надо вещи перевезти. Покупаем машину, берём её в кредит, грузим вещи, заказываем газель с Черкесской, и всё, и послезавтра мы уже в Черкесске. За три дня мы переехали. За три дня мы переехали, через неделю был чинар состав 200 человек. Как бы мы на подъём лёгкие. Вот так. Ну, ребят, здорово. Давайте теперь подведём такую черту. Значит, в перспективе приобретения здания, создания какого-то творческого центра, где будет синтезироваться... Да, именно творческий центр. Да, всё искусство, которое вы бы хотели, чтобы оно на ваших глазах давало какие-то плоды. Да. И развивать свой чинар, который вы создали собственными руками. Ну, и желательно, конечно, чтобы вас увидели, оценили, ну и помогали. Да, очень-очень важно, потому что, ну, родители, конечно, прекрасно, когда вкладывают, да, помогают. Ну, сейчас время такое, без отдачи родителей никуда, к сожалению. Нет у нас такого, как было раньше, государство всё оплачивало, всё равно мы должны сами. Но приятно, что они поддерживают. Просто так как у нас очень глобально далеко идущие планы, это выезд за границу в фестивале, да, куда-нибудь в Турцию ещё, в Грузию, это больше финансовых расходов. И это, конечно, нас очень сподвигает к тому, что всё-таки помощь нам извне ещё пригодится очень даже. Родители будут всегда поддерживать, но не всегда это будет для них экономически удобно, скажем так. В общем, в итоге всего этого проекта, конечно, быть под крылом государства. Это да. Ну, пока цель не эта, цель – работа, 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 работа. Растить артистов, маленьких профессионалов. И, надеемся, нас заметят. Ну, вас уже заметили, во всяком случае. Мы этому старались поспособствовать. Я благодарю вас за встречу, за интервью. С вами очень интересно. Мне нравится ваш позитивный настрой, что вы не падаете духом, что вы готовы идти вперёд, несмотря на все испытания, которые сегодня нам достаются, наверное, без исключения всем. Поэтому я всегда готова следить за тем, как продвигается ваша работа, какие успехи у вас будут, у ваших детей они замечательные. Спасибо. Спасибо. Вот, поэтому спасибо вам большое. И буду встречей очередной. Ну, давайте встретимся хотя бы через полгода, чтобы у вас ещё было о чём рассказать. Однозначно. Однозначно. Будет больше впечатлений, будет больше эмоций, скажем так. Отчёт через полгода. Отчитаемся. Давайте. Давайте на этом мы и завершим нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо вам. Друзья, сегодня гостями нашей студии были руководители детского хореографического ансамбля «Чинар» Ирина Анзор-Дабарговы. Ну, а мы продолжаем наш телевизионный вечер. И для тех, кто хочет быть красивым, ухоженным, интересным, современным, в эфире наш новый телевизионный цикл. Смотрите «Женские штучки». А я с вами прощаюсь. До свидания. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова